всем привет дорогие друзья наконец-таки начинается наше путешествие я сейчас приехала в аэропорт шереметьево терминал d я из этого терминала еще ни разу не вылетала напоминаю всем кто не знает кто новички летим мы в таиланд лечу я впервые лечу 1 сейчас в общем нужно в терминале d разобраться найти свой вылет свое табло я уже на рейс зарегистрировалась предварительно дома выбрала сама себе место это услуга в аэрофлоте платная я выбрала в хвосте потому что там хвосте самолет там по два места рядом друг с другом в общем хочу сказать что существенно мне кажется отличается терминал d от f и е из которых я ранее выезжала здесь как-то очень много людей в более свободно было по крайней мере когда я летела ладно давайте вместе разбираться что и как и так я вот кстати мне просто есть подписчики иностранцы и они тоже кстати летят в москву и спрашивают как вот в аэропорту что я хочу сказать что вы никогда здесь не забудетесь аэропорт все-таки шереметьево мне кажется он не настолько большой вот вы проходите сюда через рамки металлоискателей далее точно так же как во всех аэропортах есть место для упаковки багажа и точно так же табло прилета вылета в общем здесь нужно найти свой рейс смотрим мой рейс 21 меня 30 бангкок су 272 стойки 58 94 поворачиваем налево и здесь множество множество стоек стоек очень много только единственное что я не могу понять как к ним подойти кстати есть здесь также самостоятельная регистрация вот такие вот стоят терминальчики где можно самостоятельно зарегистрироваться если вы не сделали этого дома ну а я пойду попробую а понятно 58 это бизнес-класс я смотрю там людей мало думаю пойду туда это бизнес-класс так ладно пойдемте с вами обойдем сейчас пройдем на любую другую стойку где людей поменьше подошла к девушке спросила в чем дело почему здесь много народу а там мало народу потому что там у кого я вот бонус премиальные карты и у кого бизнес-зал а вот здесь где много людей как вы понимаете это эконом эконом это для меня значит идем встаем в эту очередь наконец-то прошли все таможене все контроли но хочу сказать что здесь терминале д это все намного проще я очень быстро прошла паспортный контроль очень быстро вот этот досмотр мне не пришлось ни обувь снимать не переодевать вот эти вот все бахилы ничего даже не пришлось включать выключать компьютер и здесь есть переход в терминал cf то есть все вот эти вот зала соединины но не все отцы и и стихи терминала можно перейти из одного терминала в другой 30 так здесь есть бизнес-зал галерея москва и бизнес-зал санкт-петербург у меня все время спрашивают каким образом я прохожу бизнес-зал если я летаю экономом если вам более подробно об этом все расскажу сейчас пока посмотрю куда мне решу лучше пойти посмотрю отзывы о москве и о санкт-петербурге какие карты они занимают и покажу вам сегодня чем кормят бизнес-зале у нас один за у нас не устроил у нас не устроил ищем санкт-петербург но мы же в питере не были это уникальная возможность у нас побывать в питере поэтому хотя бы так хотя бы в бизнес-зале но мы не можем понять стрелка вроде бы сюда указывала санкт-петербург смотрите какие очереди в детях но мне вроде на этот раз вообще ничего не так просто чисто побежать пробежать вон смотрите подождите галерея москва я не могу понять где вы говорите здесь здесь ты забудешь шереметь его но здесь хорошо хоть все это написано на русском языке но и на русском и на английском продублировано красивая какая картинка москва так юра у нас проводник туда думаешь идти мы чё-то уже кругами прям капитальными идем сколько хоть водка стоит интересно я водку не пью на мало ли 23 евро стоит бутылка а сколько стоит интересно мартини мартини вот такая литровая бутылка 11 евро 1490 евро за такие деньги можно три раза в таиландский но что нашли хочу у меня потеряли пойдемте посмотрим но это наверное есть матрешка то нет это на второй этаж на на второй этаж но пойдемте смотрите какой здесь лифт 4 интересно почему 4 а какой ты к 2 4 смотрите бизнес-зал санкт-петербург находится он на четвертом этаже здесь вот такие вот напитки там платные здесь бесплатные есть вино игристое вермут вина мушаток кстати хорошие вина здесь как бы просто место до ожидания не не пойдемте он туда а а вон там еще какие-то места чуть дальше сейчас посмотрим что можно чем можно здесь перекусить но как бы закусок немного но они во всяком случае есть в любом случае если у вас есть карта пас приорти сейчас вам ее покажу потому что все спрашивают то вы можете хотя бы чуть-чуть перекусить бесплатно есть колбаса есть сыр есть пироги супчик овощной щи суп харчо плов с курицей тефтельки отлично я считаю вообще просто шикарно капуста брокколи в стокгольм смотрите какая красота здесь елка все еще стоит сегодня же у нас 12 число завтра 13 старый новый год очень много выпечки разные орешки я знаете не могла себе найти шорты потому что я не в одни не вмещаюсь поэтому мне на выпечку только чисто посмотреть хотя очень хочется попробовать вот такие вот есть соки разные есть водичка есть кофе и вообще что этот зал он огромный насколько я смотрю даже есть какие-то такие отдельные зоны можно телефон подзарядить оксана куда-то уже вперед убежала смотрите какие здесь индивидуальные зоны можно так вот устроиться с комфортом сидеть смотреть правда а да кстати смотреть на посадочную взлетно-посадочную полосу здесь вот такие вот места здесь можно посмотреть телевизор здесь есть печенюшки разные чипсики соки смотрите вообще красота какая какая же здесь классная детская комната и таких комнат еще ни в одном бизнес сзади нашего видео в наших аэропортов здесь она самая большая потому что видите зал этот самый новый так что с детками самое она вот такой вот нехитрый набор получился у меня капуста котлетка блинчик салатики и за отъезд и остается все меньше и меньше времени чем нужно было пораньше приехать на регистрацию пораньше нужно было выезжать оксана на регистрацию дорогие друзья вы меня всегда спрашиваете когда я лечу вот спрашивает практически каждый второй и я уже но знаете не будешь отвечать когда у тебя спрашивает одновременно 50 человек поэтому я рассказываю самый главный самый основной вопрос как вы попадаете в бизнес-зал при том что вы летаете экономно есть вот такая вот карточка называется она приорити пасс то есть эту карту выдают некоторые банки бонусом бонусом к тому что вы допустим берете какую-то премиальную себе то есть у меня есть вот такая вот карта оформленная в сбербанке сейчас номер я закрою вот такая вот платиновая карта от сбербанка вот если вы оформляете себе вместо обычной карты вот такую вот карту то вам бонусом выдают вот эту карту приорити пасс и соответственно вы бесплатно 8 раз 8 раз в квартал не в квартал до в квартал в один квартал раз в три месяца вы можете проходить в бизнес-зал как вы так и ваши спутники но каждый спутник засчитывается за один проход то есть грубо говоря если вы идете в троем то у вас три прохода съедается назад возвращаетесь у вас еще три прохода то есть раз три месяца принципе это немного если вы летите большой компании как только у вас то соответственно как бы хватает или только на один квартал если летаешь один то я могу еще как минимум два раза куда-нибудь слетать туда и обратно у оксаны тоже есть такая карта она проводит с собой юру поэтому у нее четыре прохода за эту поездку уйдет и следующий раз она сможет тоже полететь только одна провести с собой никого не сможет вот а но хочу сказать что халявы не бывает то есть как вот это вот карта которая у меня от сбербанка платина она выдается не просто ну то есть как бы вы ее оформляете то просто так но там тоже много условий либо вы будете за нее платить либо у вас должен быть счет в банке то есть это все не халявы ну а мы приступаем в виде такой короткий эфир получился но все как-то знаете бегом-бегом 5 21 не еще сейчас до 20 выхода идти и идти как-то прям вообще моментально это только пятый выход аэропорт большой в следующий раз нужно если хочешь посидеть хорошо то нужно выезжать за четыре часа чтобы наболтаться ну на ошибках ученик шестьдесят в общем бегу представляете говорят посадка уже заканчивается если бы я еще сейчас две минуты посидела бы в бизнес-зале я бы просто опоздала бы на свой рейс рейс то есть все все очень быстро я помню как мы последний раз турцию уезжали объявили посадку мы еще 40 минут после этого стояли в очереди а здесь момент самолет у нас очень большой потом покажу вам схему самолета в общем вот это вот места комфорт сейчас мы прошли бизнес-залон там стоят стюардессы их снимать нельзя но комфорт тоже такие классные места с индивидуальными лампочками а вот это уже эконом пошел и я себе выбрала места в конце вот эти вот самые классные места для детишек здесь затор потому что в самолете очень жарко прям вообще кондиционеры не работают на меня кофта кофту нужно снимать ну то есть как бы я бы не сказала что прям все тут так сильно торопятся видимо пока все рассядутся поэтому они вот так вот торопят всех в общем моя любимая подушка что-то здесь аэрофлот нам такое это пакетик да сейчас посмотрим что там внутри лежат вот такие вот пледы для того чтобы покрываться не знаю когда будет холодно сейчас очень очень жарко и даже вот такая вот подушечка есть у аэрофлота что в принципе как бы отменяет необходимость в этой подушке но если бы я знала а я не знала перед нами вот такой вот экранчик есть вроде бы как можно будет фильмы посмотреть пока что самолет изображен самолет полный под завязку и вот за вот это вот место я заплатила 565 рублей за то чтобы сидеть вдвоем видите здесь три кресла а здесь два смотрите как удобно есть здесь сразу зарядное устройство несмотря на то что я с собой пауэрбанки брала то есть это вообще очень удобно сразу раз шнур ты подзарядился сейчас будем разбираться с пультом самолет сказал в смысле объявили сейчас что все посадка уже закончена за окошком у нас вот такая вот погода ну что у нас внутри смотрите внутри этого волшебного красного пакетика были тапочки что очень удобно не нужно за своими свои доставать эти легкие крем для рук беруши если вдруг кто-то будет сильно храпеть или плакать и маска для комфортного сна вообще шикарненько все потихонечку видите как интимная у нас такая получается атмосфера выключилась свет как всегда смотрите сейчас самолет будет готовиться к взлету но горят перед нами табло то есть я так надеюсь на то что можно было какие-нибудь фильмы посмотреть если они здесь есть все сами постепенно мы будем сдавать да тут час они наверно будут проходить и раздавать в общем заработал у нас этот мониторчик высота у нас сейчас пишут здесь так и пишут точно так же в метрах вот где 10 тысяч метров мы сейчас уже летим скорость у нас тысячи километров в час в милях в милях я не понимаю до пункта назначения 7 часов вообще очень удобно все-таки аэрофлот конечно стоит за него переплачивать так что здесь еще есть посмотрим есть детский канал есть фильмы сейчас посмотрим что в фильмах мстители о я кстати предлагали мне за деньги скачать maleficent а здесь смотрите можно так посмотреть но сейчас я нажму правда еще наушники не выдавали владычицы в ролях анжелина джоли аудио english на русском на русском есть смотрите как замечательно очень шикарно есть кстати карта полета можно посмотреть где мы сейчас над чем летим ааа смотрите вот видите как у нас самолет летит только вот я не очень не очень понимаю почему он такой короткий и над чем он летит пока что тут еще есть дождитесь окончания загрузки сейчас наверно загрузится ага 3d ммс вот смотрите мы пролетаем сейчас сбоку будет нижний новгород вообще шикарненько и ну разумеется скоро будут кормить посмотрим чем нас покормят я кстати заказывала особое меню посмотрим что кому будет раздавать полтора часа предложили напитки напитков очень много сок апельсиновый сок томатный причем напитки хорошего качества это сок рич вода пепси кола в общем все есть все необходимое есть я вместо томатного сока взялась и пепси лайт два часа полета в самолете практически никто еще пока что не смеет потому что еще должны носить еду но я хочу сказать что условия полета очень-очень комфортные вот расстояние между креслами вот эти вот телевизоры которые можно смотреть заушники, плены лежат то есть все сделано на выступах с комфортом я честно говоря ожидала лучшего я думала что буду сидеть знаете там плюс еще сейчас женщина со мной сидит познакомились у нас вот двойной сидит у нас в третьем одни и очень прям с ней хорошо мы разговаривались это весело то уже видишь не одни обо все мы говорили то есть не бойтесь если вдруг вот кто-то хочет полететь и вид компании и опасается что как не бойтесь везде люди везде с кем любые познакомитесь с ловом перемогаетесь и сейчас вот допустим современная технология если вы боитесь там что с чем-то не разберетесь или еще что то то всегда можно у стюардесси спросить у стюарда бортпроводника у соседей рядом которые с вами сидят то есть все мои опасения связаны с полетом что я вот именно одна полечу были напрасны по желанию на сайте аэрофлота можно заранее заказать себе обед но только там по-моему не за 24 часа а где-то часов за 36 ну вот это уточните на сайте в общем я заказала себе русский можно заказать вегетарианский ну в общем там очень много разных этих вариаций вот у меня это русский что представляет из себя русский обед это гречка котлета куриная булочка хлеб это не знаю что по-моему салат какой-то что ли и вот какой-то вот такой вот пирожное ну плюс еще по всей видимости принесут чай или кофе прошло 3 часа полета час ночи сейчас очень мало людей спит мы тоже что-то никак не можем уснуть еще встанье в одном глазу еще 6 часов лететь стою стою в очереди как всегда в очереди в туалет причем не только я одна там впереди тоже стоят сейчас была зона у нас турбулентности потрясло немножко самолет до конца полета осталось 2 часа 30 минут мы вот так вот смотрим по карте ну не особо понятно что что это такое но вот судя по названиям скорее всего надо идти где-то летим и здесь же время на 4 часа больше идет поэтому вон он видите рассвет уже ну вот завтрак что из себя представляет пшеная каша йогурт и блины с рыбой с какой-то красной будем пробовать в общем вообще не поспала несколько за всю ночь не спится послушала аудиокнику потом расскажу что послушала блины нет вкусные вообще абсолютно не вкусные а вот каша на удивление вид непрозитабельной но каша оказалась вкусной видите какой внешний вид бывает обманчивый и вот прям буквально я сейчас только что вам показала что идет рассвет прошло прям 5 минут и уже прям стало вообще совсем светло по местному времени без 29 и мы увидели солнце даже не верится что сейчас где-то ведь такая солнечная погода замечательно полетим вот здесь вот где-то где летим не знаю летим где-то вот здесь ребятки наступил момент когда нужно заполнить миграционную карту вот такую вот миграционную карту нам раздали и как видите здесь все на английском и на тайском языках поэтому я всем советую предварительно распечатать в гугле вот такой вот образец довольно таки крупный в общем и по этому образцу вам будет очень легко заполнить вот эту карту сейчас будем уже погружаться в облака и уже в принципе внизу землю видно уже потихонечку мы снижаемся москва-бангкок-паттайя океан-острапа паттайя-паттайя чан лакун-паттайя а а а а